Заседание Совета Приволжского федерального округа в Перми посвятили современной молодёжи. К теме подошли комплексно, охватив сразу несколько важных тезисов. Один из первых включает в себя проблемы воспитания, обучения и занятости молодого поколения. Это касается не только общеобразовательной деятельности, но и системы дополнительного образования. Для достижения желаемых показателей в каждом регионе действуют механизмы поддержки. Например, Ульяновская область включена в национальный проект образования, что позволяет систематически обновлять учебные заведения, покупать оборудование. За досуг подростков отвечает ряд других проектов. У нас сейчас много проектов, которые реализуются. Это и Центр подготовки к военной службе «Воин», который сейчас в пилотном режиме реализуется в 12-й субъектах Федерации, в ПФО, это в Республике Татарстан. Это разворачивание самого движения первых. У нас задача сделать так, чтобы все школьники, кто хочет, могли войти в это движение, стать частью чего-то большого, мощного, сильного, прогрессивного. О задачах, поставленных главой государства, рассказал полномочный представитель президента России в ПФО. Игорь Комаров подчеркнул, в современных реалиях важно защитить молодежь от негативного информационного воздействия со стороны недружественных стран. Не дать сломить устоявшиеся ценности. Регионы, включая Ульяновскую область, поделились опытом в сфере воспитательной работы с молодежью, а также эффективными практиками, которые организованы согласно проектам федерального уровня. Надо сказать, что действительно ведется 14 региональных проектов, и активно участвуют все регионы, у нас во всех регионах. Берут на себя инициативу и становятся домом для проектов каждый регион. И участвовало в этом году более миллиона детей и молодежи. Игорь Комаров поставил задачу обеспечить возможность участия в подобных проектах каждому ребенку, вне зависимости от его места проживания. Для ее исполнения в Ульяновской области действует поэтапная система конкурсов от муниципального или школьного уровня до всероссийского. Это создает равные условия развития для всех юных жителей области. Александра Никитина, Управда ТВ.